Уйти от очередей в больницах, сделать визит к врачу комфортным, сэкономить время пациентов и докторов. Таковы задачи проекта «Новая поликлиника». Он уже реализуется в 18 больницах республики. У входа в первую городскую больницу имени Осипова пациентов встречает администратор. Доброжелательная девушка направляет людей в зависимости от цели их визита. Регистратура здесь открытая, ее уже оценили посетители. Я бы хотела отметить регистратуру. Во-первых, вывеска отличная. Девочки приятные, улыбчивые сидят, привлекательные и внимательные. А потом, раньше, вот эта вот регистратура с этими деревянными всякими надстройками, с этим окошечком и заглядываешь туда, как в конуру. А сейчас этого нет. Свобода, цветочки, жалюзи. Все это радует. На первом этаже расположился кабинет неотложной помощи, который значительно разгружает терапевтов и дает возможность пациентам получить медицинскую помощь сразу после обращения. Кабинет функциональной диагностики пока на ремонте, но скоро он заработает. ЭКГ, УЗИ, суточный мониторинг. Все исследования будут проводиться в одном блоке. Если раньше у нас было одно рабочее место для проведения электрокардиографии, мы теперь планируем оптимизировать работу таким способом, что одномоментно в кабинете будут находиться два пациента, разделенные соответствующей ширмой. Пока один заходит, раздевается, ложится на исследование, в это время медсестра уже проводит исследование другому пациенту, который находится за ширмой. Пока первый пациент встает, одевается и уходит, первому проводит исследование. Мы полагаем, что это значительно увеличит поток пациентов, которые будут пройдены за одну смену через кабинет функциональной диагностики. Стоит открыть двери городской детской больницы на Афанасьево и сразу в глаза бросаются яркие красочные стенды. На них вся необходимая пациентам информация. В каком кабинете принимает тот или иной специалист, в какие дни приходить на осмотр здоровым детям, организация внутренней логистики – одно из направлений новой поликлиники. Актуализировано расписание педиатров. Люди приходят именно в свое расписание. Здесь шесть участков, мы обслуживаем около шести тысяч детского населения. Если посмотреть, народу немного. Тот же контингент получает ту же медицинскую помощь, но без нервотрепки, без столпотворения. Пришли, есть возможности поиграть. Детям очень комфортно, родителям очень хорошо. Со следующего года на новую модель организации медицинской помощи должны перейти все больницы Чувашии.